Как известно многим садоводам, клещевина очень красивое декоративное растение. К середине апреля моей клещевинке исполнилось полтора месяца. Напомню, сеял я ее 1 марта сухими зернышками в обычную огородную землю, без всяких добавок, без торфа, без всяких прочих разрыхлителей. Взошла клещевинка, на редкость хорошо. У меня 4 сорта клещевины, я решил попробовать в этом сезоне. 3 сорта я купил, зернышки в магазине. И вот поразительная вещь, зернышки магазинные, очень редко так бывает, к сожалению у меня в осяком случае, что все до одного магазинные зернышки взошли. И один сорт, это были мои собственные семена, это клещевина красная, обыкновенная. Но она естественно тоже взошла неплохо. У меня 4 сорта клещевины. Получилось, эта клещевина зеленая, вот она. Видно, что у нее зеленый стебелек, и она немножечко такая яркая, зелень у нее листиков. Клещевина горячее сердце. Листики с красноватым оттенком у нее. Ну, клещевина красная, обыкновенная, это моя, я ее много раз показывал. Она у меня на участке постоянно растет, очень красивое растение. И клещевина импала бронзовая. Все 4 сорта через полтора месяца растут довольно хорошо. Сеял я их в стаканчики по пол-литра, вот в такие. А потом уже переваливал в емкости, в которых примерно 4 литра. И они сейчас растут довольно вольготно в этих емкостях. А вот эта клещевинка, два слова про нее отдельно скажу. Это клещевинка зеленая, я про нее рассказывал. Она взошла, но семидольные листики у нее оказались повреждены очень сильно семенными оболочками и просто отпали. Оставался один стебелечек. Я ее пожалел, оставил. И вот она подросла. Конечно, она сильно отстает от своей подружки, вот, например, в большой емкости. Но я решил ее выходить и куда-нибудь пристроить. Кому-нибудь подарю и на участке она у кого-нибудь будет расти. За волю к победе, поощрение. Поскольку клещевина взошла у меня очень дружно, получилось рассаду, у меня ее много. Кто видел раньше мои ролики, уже заметили, наверное. Столько мне не нужно. И я всю свою лишнюю рассаду клещевины уже раздал друзьям-садоводам. Себе оставил вот 9 растений. Это 3 штучки импала бронзовая, 3 штучки горячее сердце, 2 штучки зеленой и одну клещевину красную. Потому что она у меня уже не гостья, а хозяйка, можно сказать, на участке постоянно растет. Я ее просто оставил, чтобы запасти семян. Она мне уже очень хорошо известна. После того, как клещевинка была перевалена в большие емкости, уход за ней минимальный. Только полив и все. Даже в самые холодные ночи я оставляю ее на лоджии. Она холода не боится, только если уж заморозок. Но морозов у меня на лоджии не бывает. А температура плюс 3, плюс 5 для нее ничуть не помеха. И она растет очень хорошо. После перевалки я сразу насыпал грунта. Пока еще не подсыпал. Но уже клещевина сильно вытянулась. Уже можно подсыпать еще грунта. Вот здесь вот видно. Грунт у меня есть. Это обычная огородная земля, без добавок. Уж не говоря про удобрения, про какие-то ничего. Этого не требуется клещевине. Сейчас еще разочек подсыплю. И все, она уже будет расти до самого момента высадки в грунт. А это будет где-то в конце мая. Поскольку, ну примерно как помидоры высаживаем. Поскольку она заморозков тоже не выносит. Это все-таки теплолюбивое растение. Тропическое. В тропиках это вообще многолетник. Ну у нас из-за морозов она конечно растет как однолетник. И вырастает тем не менее до трех метров. И даже выше у некоторых огородников. Каких-то болезней на клещевине за всю историю я ни разу не видел. Повторюсь, это очень неприхотливое растение. Единственное, что она требует, это обильные поливы. Вот поливать ее надо регулярно и достаточно обильно. Что я и делаю. Причем и дренажных отверстий даже в емкостях я не делал. Ну что этого не требуется. Только поливаю и больше никаких хлопот с клещевиной нет. Вот так выглядит моя клещевинка через полтора месяца после посева. На всякий случай напомню садоводам, что несмотря на свою красоту это ядовитое растение. Сейчас конечно она не очень ядовита. Хотя белковый токсин рицин содержится во всех частях растения. В том числе и в листиках. Но сейчас ничего страшного в этом нет. А вот когда она будет расти в грунте, когда будут семена, за этим надо будет очень внимательно следить. Чтобы случайно каким-то образом семена не попали в пищу. Ну а в остальном клещевина замечательное растение. И летом она очень хорошо будет украшать любой участок. Для этого не очень красивая украшение.